привет вам поклонники маленьких кошмаров с вами следопыты сегодня мы попробуем разобраться в одном действительно важном для всех нас вопросе вы конечно же знаете что после первой части игры со временем вышло еще три дополнения так называемая dlc которых мальчик беглец пытается выбраться из утробы но попадается в лапы к леди а леди превращает его в нового но на этом беды беглеца не заканчивается его сжирает прямом смысле слова голодная шестая также была еще отдельная игра под названием очень маленькие кошмары такие маленькие что поместились только в мобильное устройство в той игре мы знакомимся с девочкой наверно 5 в желтом дождевике а предисторическая 6 ходит за ней по пятам ожидая когда же освободиться знаменитый плащик сколько вы насчитали серий у меня получилось 5 вот так целый сериал во второй игре пока только одна серия дополнение основном нельзя считать таковым скорее это бонус игры по примеру первой части логично ожидать и здесь дополнение причем не одно тем более что игра очень популярна разработчики уже похвалились только за первый месяц как вышла вторая часть же продано более миллиона копий а продажи первой части вместе с сиквелом и дополнениями перевалили за 4 миллиона что же фанаты ожидают дополнениях например это могут быть истории с героями анонсированными но не вошедшими в сюжет игры это парикмахер со своими кошмарными ножницами его портреты попадаются в мрачном городе это может быть и замороженная повариха и наконец охотник да да он же не умер после выстрела моно и 6 мы все видели трупа нет он просто испарился а значит считают некоторые он может еще и в дальнейшем появится в другом месте а если вспомнить чем закончилась первая часть игры то возникает вопрос куда же вышла 6 и что дальше с ней случилось тут уж целый сериал снова можно сделать да с финалом второй части тоже не совсем все понятно но это все фантазии фанатов конечно а нам сейчас не важно что будет в дополнениях важно будут ли продолжение и дополнение вообще вот здесь мы подошли к важным новостям и как всегда новостей две одна плохая а другая не очень не буду спрашивать с какой начать и начну с плохой студия тарсиер студиос создавшая little nightmares вызвала кошмары у своих фанатов официально объявил что больше не собирается работать над сериалом об этом сказал генеральный директор этой компании андреа джонсон горько-сладко вот так он сказал горько-сладко объявлять что мы покидаем мир little nightmares little nightmares всегда будут нам дороги но пришло время открыть новую главу исследовать новые миры хочу пару слов сказать об этой студии тарсиер студиос шведская компания по разработке компьютерных игр которая базируется в швеции 2014 году тарсиер студиос объявил что работает над новой игрой под названием хангер которая позже была переименована в летел nightmares 2019 году студию тарсиер купила компания эмбраса групп также из швеции вы поняли это разработчики игры а сама игра была издана компанией бандай намка энтертаймент это японская компания которая занимается среди прочего изданием видеоигр что же у них там произошло этот шаг вероятно связан с тем что бандай намка то есть издатель владеет интеллектуальной собственностью на little nightmares а это означает что эмбраса придется купить либо лицензировать права на использование контента в любых будущих играх но похоже в эмбраса чтобы не покупать эти права предпочли чтобы тарсиер сделал новую игру проще говоря все это связано с проблемой владения интеллектуальной собственностью авторскими правами но такие вот дела бывают бизнесы что-то они там не поделили но нам то что делать мы то тут причем и что нам ожидать или уже ничего не ожидать и тут у меня не очень но все же хорошая новость издатель бандай намка учитывая достигнутый успех не желает позволить умереть маленьким кошмаром но кто возьмет на себя роль разработчика игры little nightmares пока это неизвестно однако кажется очевидным что издатель еще не закончил саму серию то есть как я понимаю продолжение таки планировать представитель бандай намка сказал данный момент нам нечего анонсировать но поскольку мы получили много любви от фанатов по всему миру с выпуском little nightmares 2 мы чувствуем воодушевление чтобы поставлять больше контента в будущем как видите осталось мелочь найти разработчика игры нам остается только набраться терпения и ждать сколько ждать неизвестно мы будем надеяться что это произойдет как можно раньше и на этой более менее позитивной ноте я заканчиваю эту грустную новость если у вас что-то осталось непонятым пишите свои вопросы а я постараюсь на них ответить вот так всем удачи пока